Приветствую всех на канале Автоинструктор 62. В этом видеоролике я вам сделаю обзор своего автомобиля Volkswagen Polo, или это можно назвать отзыв, как владельца после 100 тысяч эксплуатации. Минусы, плюсы, стоит данный автомобиль своих денег или нет. Поехали! Ну что же, друзья, я обещал сделать такой обзор, когда автомобилю будет 100 тысяч. Сейчас на моем автомобиле на момент съемки данного видеоролика 104 с лишним тысячи километров. Это автомобиль 2018 года, конец декабря в эксплуатации, он с 2019 года. Вот так он выглядит. Ну, я понимаю, что для многих опытных водителей это неинтересно, но канал все-таки у нас для начинающих водителей. Мне досталась комплектация хорошая. У меня есть здесь камера, передний парктроник, задний парктроник. Я, в принципе, не выбирал эту комплектацию. Просто была акция, и вот она стояла, последняя машина, именно в такой комплектации. Стоимость не вижу смысла говорить, потому что за последнее время сейчас бушный автомобиль вот такой будет стоить, наверное, дороже, чем я покупал его 3,5 года назад. В целом автомобиль мне нравится. Сразу огромный плюс этого автомобиля. Коробка у меня автомат, но учитывая, что коробка автомат, меня радует здесь расход. Если не притапливать, скажем, да, не горцовать, то расход в среднем 8,5-9 литров на 100 километров по городу, когда я работаю. То есть достаточно экономично. Взять тот же Renault Logan, вот у меня тоже есть еще одна машина учебная, тоже если я на нем работаю, там расход под 12, под 11,5. По трассе вообще шикарно. Коробка здесь автомат, шестиступенчатая, не пинается, ничего. Дальше из плюсов, учитывая, что это седан, здесь, ну, стандартный, в принципе, клеренс. Кто не знает, это высота между дорожным полотном и автомобилем. Я на этой машине ездил, ну, не совсем, конечно, по бездорожью, но попадал на разные участки, учитывая, что это автомат, да, и переводил коробку в ручной режим, проезжал по разным дорогам. Поэтому съездить на ней можно и за город потихонечку. Багажник здесь вполне большой, не обращайте внимания на бардак. Я сейчас нахожусь в Санкт-Петербурге, у меня здесь какие-то вещи там и так далее. Но, как видите, сколько у меня здесь барахла, коробка, сумка спортивная, инструменты и сколько здесь еще места. 400, почти 500 литров здесь багажник. Поэтому места тоже хватает. Если вам будет не хватать, можно установить на крышу автобокс, вот, если вам будет необходимо. Место достаточно, водителю сидеть вполне удобно. Если, вот смотрите, какое расстояние, если я сяду за собой, да, то есть вполне, ну, не сказать, что прям будет просторно, но коленки сильно не упираются. Давайте покажу салон. Еще раз повторюсь, это коробка автомат. То есть вот так выглядит панелька приборов. Ну, ничего особенного, подогревы различные, да, то есть это зависит от комплектации. Идем дальше. По поводу обслуживания тоже многих интересует вопрос. Ну, начнем с того, что этот автомобиль относится к эконом-классу. Вот, сейчас все дорого, все дорого. Но, тем не менее, в обслуживании машина приемлема. То, что тот же Renault Logan, что Volkswagen Polo, плюс-минус, все одинаково. Двигатель здесь 110 лошадиных сил. Налог я плачу в районе 2000 в год, да, тоже не такой большой. И сразу бы хотел сказать, один из минусов, и он, наверное, один из единственных минусов, то, что данный автомобиль, вот этот вот автомобиль, именно вот эти двигатели, 110 лошадиных сил, они, ну, можно сказать, масложоры. Они масложоры, то есть я масло заливаю, наверное, каждые 7, даже, наверное, каждые 5-7 тысяч километров я заливаю литр. То есть, если здесь ТО нужно сделать каждые 15 тысяч, то от замены до замены мне не то, что не хватает, я заливаю около 2 литров масла. Масло оригинальное стоит, как чугунный мост, я заливаю сюда другое масло, гораздо дешевле. Вот, не буду говорить, какое, чтобы не было срачей и обсуждений в комментариях. Главное, по допуску, чтобы совпадало. Еще момент, друзья, чуть не забыл сказать. Многие по-любому будут спрашивать, какие делались ли вложения за вот этот пробег. То есть, смотрите, вот у меня сейчас 104,51 километров, да, кроме как вложений, как обычное стандартное ТО и обслуживание, я не делал. Каждые 15 тысяч я проходил ТО у официального дилера, как вступил 3 года, автомобиль слетел с гарантии. Я уже сделал пару ТОшек уже в автосервисе, в котором обслуживаю все свои автомобили. Поменял приводной ремень, как бы генератора. И сейчас скоро буду менять ремень ГРМ. Это, конечно, встанет в копеечку, но это не ремонт, это всего лишь обслуживание, чтобы не было дорогостоящего ремонта. То есть, у каждой детали есть определенный срок службы. Если вдруг она свой срок службы прошла, будьте добры ее заменить. То есть, к автомобилю нужно относиться именно вот таким образом. Поэтому никаких вложений, ни в подвеску я пока никуда не лазил. Ну, вообще ничего. Поэтому, друзья, если вы думаете, покупать вам такой автомобиль или нет, дело, конечно, хозяйское, но, как я обычно говорю, машина должна соответствовать ценное качество. В целом, машина неплохая, но и эту машину можно убить, ухандокать так, что это просто будет ужасный автомобиль. Поэтому, когда вы выбираете какие-то машины, всегда смотрите техническое состояние, чтобы данный автомобиль стоил своих денег. По кузову тоже, в принципе, нареканий никаких нет. Все зазорчики, это уже как бы не Рено Логан. Зазорчики маленькие, то есть, все сделано аккуратно. Вот, ну, говорю, в общих чертах, друзья, в общих чертах меня автомобиль вполне устраивает, учитывая, что это все-таки, как ни крути, эконом-класса. Поэтому, сегодня я, наверное, буду на этом закругляться. Если у вас какие-то вопросы есть по данному автомобилю, спрашивайте в комментариях, я всем отвечу. Вот, я, как обещал, записал для вас такой небольшой обзор своего автомобиля после 100 тысяч пробега. Сегодня на этом все. Надеюсь, информация для вас была полезна. Если да, поддержите лайком. Не забывайте подписываться на канал. Ну, а я, как всегда, вам всем желаю удачной дороги всем. Пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok